МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные экономические тренды, интересы казахстанских потребителей и рецепты экономии ваших денег. В информационной программе «Народная экономика». Здравствуйте! И сегодня в программе. Как не стать жертвой некачественной химчистки? Нужно ли знать родителям, куда дети тратят деньги? И как не переплатить за первый транспорт малыша? Коротко о самых интересных событиях в экономике Казахстана и мира. Главнее всего – культура в городе. Активисты Алматы установили книжные скворечники в парках мегаполиса. Теперь каждый желающий может поменять свою прочитанную книгу на другую. Кроме того, взять-почитать издание можно в то время, пока посетитель находится в сквере. Но нужно обязательно вернуть ее на место. По мнению организаторов, такой проект направлен на повышение грамотности населения. А любителям почитать предоставляется хорошая возможность сэкономить на таком буккроссинге. Как выяснили исследователи казахстанской рекрутинговой компании, многие жители нашей страны готовы переехать работать в Астану или Алматы, если им поступит такое предложение. По статданным, почти каждый десятый житель нашей страны не против переехать в столицу. Студенты Казахстана смогут обучаться по-новому. Теперь теория будет занимать только небольшую часть времени, а основной упор идет на практическую работу на предприятии, которое и берет на себя расходы по подготовке специалиста. Принципы так называемого дуального образования сейчас уже внедряются в 180 колледжах. Эта система уже действует в Алматы, а в скором времени будет распространена и по всей стране. Это были самые интересные на сегодня экспресс-новости рынка. В следующую минуту рубрика «Потребитель и закон» для тех, кто на страже своих прав и интересов. Не всегда пятна с любимого пальто можно вывести самостоятельно. Периодически мы все обращаемся за помощью в химчистку. Порой такая услуга может быть некачественной, а иногда и испортить вещь. Как правило, возмещать стоимость одежки не все соглашаются. Как быть в такой ситуации и кто вернет деньги? Ответы далее. Прежде чем отправиться в химчистку, изучите этикетки вашего пальто, пиджака или шубы. Убедитесь, что их можно чистить при помощи специализированных средств. В случае отсутствия ярлыка работник службы должен проинструктировать вас, подлежит ли одежка чистке. Принимая у вас вещь, вам должны выдать квитанцию. В ней обязательно нужно указать наличие съемных деталей, фурнитуры и уже имеющихся повреждений. Если при выдаче вы обнаружите дефекты, не паникуйте. Тут важен трезвый расчет и правильные потребительские действия. Исполнитель, который испортил его вещь, то есть или повредил, обязан в первую очередь заменить данный поврежденный материал либо вещь на аналогичный материал такого же аналогичного качества. Если он таких, как говорится, материалов не сможет заменить или вещь аналогичного качества, соответственно, он будет выплачивать ему за эту вещь денежную сумму по рыночной стоимости. В соответствии с 35-й статьей Закона о защите прав потребителей Республики Казахстан в случае обнаружения недостатков в выполненной работе, клиент имеет полное право потребовать либо выплату денег за испорченную вещь, либо безвозмездное устранение дефектов. Также, если по просьбе клиента недостатки не были исправлены в положенный срок, потребителю обязаны возместить убытки еще и за это. Если повреждения были замечены вами сразу, не спешите забирать вещи из службы быта, а потребуйте составление акта с указанием обнаруженных дефектов. Этот документ необходимо оформить в двух экземплярах. Один забираете себе, другой остается в химчистке. Но помните, если вас заранее в письменной форме предупредили о том, что вещь может быть испорчена, тогда все обязательства с прачечной снимаются. А это интересно. Активнее всех в мире услугами химчистки пользуются итальянцы. Примечательно, что они чаще сдают рубашки, юбки и блузки. Связано это с тем, что в отличие от Казахстана, где принято стирать и гладить одежду дома, многие жители Италии предпочитают, чтобы их вещи освежали профессионалы. Отстаивайте свои потребительские интересы с народной экономикой. Далее рубрика «Спорный вопрос». Стоит ли ребенку давать большие суммы денег на карманные расходы? Считается, что детей воспитывать трудно, потому как ничто человеческое им не чуждо. Особенно это касается всевозможных трат. Маленькому ребенку нужна игрушка. Чуть подрастет, деньги на то, чтобы погулять с друзьями. А совсем взрослым еще и на модные вещи. В каких случаях карманные деньги – это необходимость, а когда нужно и отказать? Расскажем в нашем следующем сюжете. Карманные деньги – это прежде всего средства обучения финансовой грамотности. Поэтому выдавать их ребенку надо. Каждый день или раз в неделю – это уже на усмотрение родителей. Причем, чем раньше мамы и папы будут это делать, тем лучше и для малыша. Специалисты уверены, что оптимальный возраст для приучения ребенка к личным финансам – это 6-8 лет. Конечно, нужно давать ребенку деньги на карманные расходы. Для того, чтобы дети хорошо жили в современном обществе, они с малых лет должны знать запах, вкус и важность денег. А вот сколько давать ребенку на карманные расходы – это уже решают родители, в зависимости от их доходов. При этом мамы и папы должны знать, на что уходят деньги и сколько им надо. Например, для похода в кино. Некоторые родители выдают детям так называемое денежное вознаграждение за различные заслуги. Пятерку в четверти, чистую комнату – хороший поступок. Однако специалисты не советуют увлекаться такими наградами. Но и совершенно ограничивать ребенка от денег эксперты тоже не советуют. Если не давать деньги, то есть другая сторона, то ребенок, опять же, если пойдет в магазин, и он будет понимать, что он не может себе позволить купить, что ему нравится, а другие дети могут, он будет чувствовать, опять же, что у него падает самооценка, будет жадничать, будет завидовать другим детям очень-очень сильно, потому что, ну, если, опять же, не поговорит родитель с ребенком, нужно в этом плане выработать небольшой баланс. Чтобы выработать этот баланс, эксперты советуют объяснять детям, откуда берутся деньги. Напишите на листе бумаги сумму ваших доходов и расходов. Учтите все траты. Покажите ребенку, сколько осталось денег. Это позволит ему наглядно понять, что у папы с мамой немиллионные запасы. Чтобы не совершать лишних покупок, можно воспользоваться методом американского финансового аналитика Хелен Беккер. Когда ее дети говорили о том, что они хотели бы получить, она записывала все это на отдельный листок. Через несколько дней перед походом в супермаркет предприимчивая мама просматривала список вместе с малышами. Большую часть пунктов дети сами вычеркнули, потому что актуальность покупок для них уже пропала. Далее в программе «Экономика в цифрах». В каких городах Казахстана наиболее востребованы строители и инженеры? Бесспорными городами-лидерами с максимальным количеством работодательских предложений для строителей стали Астана и Алматы. В этих городах прирост рабочих мест увеличился на 25,41%. Значительно выросло число вакансий в Караганде, Атырау и Шимкенте. Также наиболее часто ищут строители и инженеров в Аксайе, Копчегае и Экибастузе. А теперь самая полезная рубрика «Рецепты экономии». Как выбрать подходящую детскую коляску и при этом не переплатить? С рождением ребенка в семье появляются не только детский смех и пеленки, но и большие расходы. Так, одна из существенных затрат – это покупка первого транспорта малыша. Как правильно сделать выбор среди многообразия товаров, чтобы ребенку комфортно было и по карману покупка била не сильно? Ответы далее. Сегодня для родителей предоставлен широкий ассортимент детских колясок, начиная от обычных люлек и заканчивая прогулочными. Однако самыми востребованными на сегодняшний день являются коляски-трансформеры. Они имеют несколько положений и совмещают в себе надежность и удобство. «Ценовая политика трансформера примерно от 30 тысяч до 70 тысяч. На самом деле это очень просто, это уникальная модель. Трансформер, у нее находятся два ремня, которые отпускаются, коляска становится люлькой. Они поднимаются, ребенок может сидеть, то есть это уже прогулочный вариант». Такой вид детского транспорта поможет родителям существенно сэкономить, ведь купив ее, уже не стоит приобретать какие-то дополнительные модели. Также на стоимость влияет и бренд, поэтому не стоит, сломя голову, приобретать самую известную марку. Посмотрите, может рядом стоит коляска с менее узнаваемым логотипом. При этом ее качество будет ничуть не хуже товара популярной фирмы. Сегодня самые дорогие детские коляски выпускают две британские фирмы. Стоит такой транспорт больше 2 миллионов тенге. Детали ее покрыты 24-каратным золотом, люлька сделана из натуральной кожи и украшена мехом горностая. Не забывайте о своих финансовых возможностях и интересах. Всего доброго!